Всем ду-ду-ду! Добро пожаловать на канал Фу Блинкс! Сегодня у нас... Какое марта? Сегодня 5 марта. Мы гуляем по Ташкенту, и мне приходят уведомления с Виверс, платформы Виверс. Постер сольного дебюта Джи Суда. Я был удивлен, потому что... Не только ты. Да. Кстати, это Диас. Я Диас. Он Блинкс с 2016 года, со времен дебюта. Даже раньше, чем я, потому что я, думаю, стал в году так 2017. Олдскул. Да. Можешь открыть Инстаграм? Я, который не подписан на Джессу. Я тоже не подписан ни на кого из них. Что мы видим? Локацию, наконец-то, на улице. Это напоминает Сол Джине. Очень сильно напоминает. Напоминает, где она лежала как-то в таком классе. Да. Наконец-то у них будет локация на улице, потому что все клипы, они снимают в основном в павильоне, и это очень странно. Угу. Так, тут надпись Джи Су, Камин Сун. 31 марта. Это 20 дней примерно осталось. Представляете? Фрайды. Пятница. У них каждый релиз в пятницу. Заметили? Мне кажется, все-таки мировые артисты пропускают именно в пятницу, потому что у многих... Кстати, вот этот же тип в последнее время склоняется и 91. Ммм... Но почему-то они у них в последнее время не залетают. Ммм, да. Не секрет, что многие из вас наверняка не понимают смысл обучения в школе, колледже или университете. Но я думаю, такие мысли неправильные, потому что любые знания важны, особенно те, при помощи которых вы можете зарабатывать. Чтобы потом не просить скидки, как Дженни... Большинство привыкло, что сначала нужно заплатить за обучение, и только потом вы можете применять эти знания, чтобы зарабатывать. Но что, если можно учиться и зарабатывать одновременно? Представляю канал Георг Трейд. Они зарабатывают на торговле на платформе Бинома и с удовольствием учат всех, кто хочет. Вот что можно узнать, если подписаться на этот канал. Торговать легко, если у вас есть поддержка сообщества и кто-то, кто это понимает. Успех без неудачи невозможен. Поражение – это нормально. Если вы хотите зарабатывать, то даже с одной тысячей тенге есть шанс заработать 40 тысяч тенге. Подписывайтесь на канал, присоединяйтесь к сообществу трейдеров. Посмотрите, как зарабатывать деньги, просто повторяя за Георг Трейд. Занимайтесь по 5-10 минут в день и зарабатывайте до 40 тысяч тенге. Ссылки в описании. По постеру известно, что соло выйдет 31 марта. Это уже через 3 недели. Так, давайте его откроем. Так, Джису уже выложила к себе. Ооо, 16 на 9. Окей. 2 миллиона лайков. Уже. За 2 часа. Не по такой активности. Да. В инстаграм она подписала «Си ю сун, увидимся скоро», стикер «Розы» и «Красное сердце». Ваше мнение? Моё мнение. Первое впечатление. Я, когда увидел... Мы гуляли по парку в Шимкенте. Я такой слышу. О, новый постер. От Джису. Я такой, круто она выложила новый пост. И он такой, нет. Я такой, в смысле? Он заходил в какое-то приложение непонятное, которое я вообще понятия не имею. Где это? Вьюверс. Да, вьюверс. И он говорит, типа, тут люди, типа, по подписке. Я такой, нехуйка. Сори за выражение. Он просто, типа, такой блатной человек. Непростой. Непростой народ, как мы. Вот. Показывает мне постеры. Я такой смотрю. Постер крутой. И... Спасибо. Спасибо. Постер крутой. Давай, давай, давай. Давай. И, я кричашки. Я такой смотрю на постер. Оно такое холодное. Но в этих холодных оттенках имеется такая красная его ткань. И для меня этот красный цвет среди холодных оттенков обозначает, типа, как что-то такое крутое, что-то такое серьезное. Потому что холодный цвет это такое холод сам по себе. А теплый оттенок это по брутальность. И я думаю, что у Джису будет там рэп. Это просто мои предположения. Я не ванга. Просто я... Просто так смотрю. Объективно, субъективно, может быть, это как-то по-другому. Вот. В целом напоминает мне пространство где-то в Боровом локации. А по факту нам говорят, что это Америка. Не знаю. Я не верю. Я думаю все-таки, что это был Боровом. Просто девочки наши, казашки, не хотят признавать об этом. Там уже все есть, спой этот. Мененат. Бляха, муха. Это специально по ручному видео, или что? Может, это бы... Может, это сотрудник YG, который пытается как-то... Мы разгадали, наверное, соло Джису постер, и он нас пытается прерывать нашу съемку. Да. Он нас полил просто. Джису казашка же этот. Это реально снимали в Боровом. И Диас снимал такой тик-ток, где он расслышал в песне пинг-меном казацкий текст. Давай, спой. Реально этот момент поет Джису, кстати. Все, Джису точно снимал свой крив в Боровом. Там теперь уже поются розы. Я вижу тут что-то похожее на соло Дженни. Локация, в принципе, настроение. И... Цвет. Мне почему-то это напоминает что-то вроде тангу, что ли. Я могу! Или... Что-то такое. Или ее кавер... Лайер. Тоже вот напоминает это. Скорее всего, это роза тоже что-то значит. Или это просто намек на красный цвет. Что ты думаешь, какой будет песня? Песня, мне кажется, напоминает какое-то... Лайер, дай мне... Можно тебя попросить здесь не ходить? Пожалуйста. Мне кажется, это просто напоминает... Дженни. Потому что, когда мы ехали перекусить в такси, я сообщил, что... Напоминает что-то как соло Дженни. Самое первое соло. И, типа, они хотят самое последнее соло также завершить. В этом плане. Мне кажется, оно будет похоже на Forever Young. Типа... Вайп Джису. Типа такое... Так как-то спокойно начинается. А потом такие... Вот. Как-то так. У меня такие ощущения, что будет как-то спокойно. Потом бац, в середине какой-то она споёт пару строчек рэпа и такой припев. Бац. Да, я тоже думаю, что у неё голос не такой певческий, но я думаю, у неё будет такая песня, вот да, спокойная, а потом такой лёгкий припев. Такое вот словечко, типа, whistle, а потом такая красивая мелодия под танец. И такой танец будет лёгкий. А вообще, когда мы кушали, у меня было вообще в идее то, что, типа, может быть, она вообще сделает коллап с Камилой Кабелой. Мне кажется, коллап возможно, но возможно не на альбоме, а не на альбоме, а типа отдельно. Как у Лиссы, вот, было сперва альбом с двумя песнями. А потом с кем было у неё? А потом вышла песня Джей Снэйк на его канале. Ты что, не слышал? Нет. Вау, сейчас посмотрим. Типа, вот у Лиссы было соло в июле или в сентябре. О, стоп, в июле, да? Вообще обещали, что у него будет, типа, совместно с Диджей Снэйком, так и не было. Вот, вышло, сейчас я покажу вам после этого. И потом в августе вышла ещё одна песня, но не на альбоме Лиссы, а как. Это песня Джей Снэйк, получается у Лиссы, типа, три песни. Ну там у неё партия короткая, там секунд двадцать-тридцать. Прикол. Прикеньте, я только узнал. Смотрите, осталось три недели всего лишь. Обычно вроде бы постеры выкладывают за месяц, за два, я уже не помню. Последнее соло было у Лиссы, но кажется, за месяц, за два они выкладывают. А тут, представляете, просто три недели. И ещё. Тридцать первое марта, это получается всё, у них концерты закончатся и будут... Концертов в апреле нет, будет коачелло, и получается на коачелле мы увидим дебют Джи Су. Скорее всего будет так, несколько выступлений в Корее, и потом на коачелле он выступит. И получается в этот раз на коачелле будет четыре соло. Если в первый раз было только соло у Дженни, то теперь все четверо выступят на коачелле сольно. Подводя итоги, я просто жду. Теперь я, как... Вначале я не ждал, а вот после этого постера он... Горит у тебя. Да, у меня появился интерес к Джи Су, потому что до этого у меня не было. Мне было без разницы, ну, выйдет и выйдет. А теперь вот такой вот необычный постер, нужно его теперь разгадать, и я жду. Три недели, думаю, продут быстро. Это был типа намёк, то что он не фанат Джи Су. Да. Давай, ваши итоги. Мои итоги, я просто жду. Я хочу больше, чтобы было меньше локаций, больше её, потому что у меня мой биос это разы, когда вышел клип on the ground, там было слишком много локаций по мне. Я работаю дизайнером интерьера, и я не могу обходить без внимания на все детали, которые имеются там. И я... у меня глаза бросаются на все углы. Я рассматриваю что-то, как, как устроено, по каким цветам, каким цветовым гаммам, что там, какая текстура. И у меня было ощущение в андеграунд, что Розе немного пропала, а в Ганн она была мега-супер яркая и... Как павлин. Да. Поэтому хочу, чтобы у Джи Су, как такая красивая королева Диор, как-никак, показывали её больше, нежели чем локации. И... ожидаю песню, ожидаю ещё песню от Дженни, You and Me, после концерта. Я каждый день слушаю его в Ютубе. Я захожу просто в Ютубе и смотрю. А ещё меня бесит реклама у OneFit. Обожаю плавать. И... я очень сильно жду песни. Хочется официальных, чтобы слушать в музыкальных платформах и наслаждаться нашими королевами. Да, классно. Я сейчас сказал.